Приветствую вас, дорогие друзья, на Добром Канале! Сегодня, 1 апреля 2019 года, был осужден очередной свидетель Иеговы. Суд наложил крупный штраф на второго верующего в Орле. Признать Скрынникова Сергея Владимировича виновным по части 2 статьи 282 УК РФ и приговорить к штрафу в сумме 350 тысяч рублей. Такое решение в отношении мирного педагога огласил 1 апреля 2019 года Глеб Носков, судья Железнодорожного районного суда города Орла. Дело против Сергея Скрынникова было выделено из уголовного дела Дениса Кристенсена, которого ранее тот же суд отправил в колонию на 6 лет. В обоих уголовных процессах нет жертв или потерпевших. Уголовное преследование является прямым следствием ликвидации запрета деятельности зарегистрированных организаций свидетелей Иеговы. Российские правоохранители ошибочно принимают совместное вероисповедание граждан, право на которое не отменялось, за участие в экстремистской организации. Дело Сергея Скрынникова было возбуждено Следственным комитетом России по статье «Участие в деятельности экстремистской организации». С верующего была взята подписка о невыезде. В мае 2018 года в его доме был проведен осмотр, в ходе которого не было найдено ни одного предмета, запрещенного законом. Обвинения в призывах к разрушению семьи и непризнанию власти, предъявленные следователями Сергею Скрынникову, суд счел надуманными. Как уже было отмечено, Сергей Скрынников – второй свидетелей Иеговы в городе Орле, попавший в жернова уголовного преследования за веру. Сергей рассказал, что помогает ему не сдаваться, каким был его путь к вере, что он чувствует, находясь под уголовным преследованием. Когда Сергей впервые познакомился со свидетелями Иеговы? Это произошло в 1973 году, когда мне было 11 лет. Мы жили в небольшом селе на востоке Украины. В условиях советской антирелидиозной пропаганды мама начала изучать Библию со свидетелями Иеговы. От нее я тогда впервые услышал о Боди, о его сыне и его благой вести. Я никогда не сомневался в истинности Божьего Слова. Эти знания глубоко легли в мое сердце. Но знание истины обязывало строить свою жизнь в согласии с евангельской моралью. К этому я тогда не был готов, и моя жизнь пошла по плохому сценарию. В 25 лет я уже злоупотреблял алкоголем, потерял работу, потерял семью и решил вернуться к маме в родное село в Мануйловку. Как Сергей пришел к настоящей вере? У мамы были подпольные издания журнала «Пробудитесь», и она специально оставляла их для меня на видных местах в доме. Я постепенно переосмыслил свою жизнь. Понял, что я слышал, что говорит мне Создатель, но не слушал его. Начал интенсивно изучать Библию. Предложил маме переехать куда-то подальше от моих друзей-собутыльников. Мы продали дом, переехали в Торрес, где была община свидетелей Иеговы. Сопоставляя библейскую истину и полученный мной негативный опыт, я понял, где истина. В 1989 году, после долгих поисков, я принял крещение в религии свидетелей Иеговы. Изменилась ли жизнь Сергея к лучшему? Я упомянул, что из-за моего разгульного образа жизни мой брак распался. Мы с Ниной развелись и разбежались. Через какое-то время Нина узнала от подруги, что я стал свидетелем Иеговы, и не могла в это поверить. Но все же она решилась написать мне письмо. Это стало первым шагом. У нас с Ниной уже была дочурка, которая без меня пошла в первый класс. На каникулах они приехали ко мне. Нина заинтересовалась евангельской благой вестью, и через год после меня, в 1990 году, тоже стала свидетелем Иеговы. Мы решили восстановить брак, ведь Иегова ненавидит развод. Повторно расписались, жили в Торезе. Так Библия спасла не только меня, но и наш брак. Как складывалась дальнейшая жизнь семьи? Я по профессии учитель физкультуры. Заканчивал Болховское педагогическое училище. Работал по профессии в том числе здесь, в Орловской области. Нина тоже педагог по профессии. Как-то у нее на работе ребенок получил травму. Из-за сильного стресса Нину парализовало. Один год и четыре месяца она не вставала с постели. Это было трудное время. В один прекрасный день Нина вдруг говорит, «Хочу пойти с тобой в проповедническое служение». Я отговариваю, но она настаивает на своем. Делать нечего. Одел ее, поднял на руки и понес. Так мы прошли примерно 20 метров до соседей, где я посадил ее на скамейку, и она начала разговаривать о Библии с соседкой. Через 15 минут мы вернулись домой. На следующий день точно так же 30 минут. Затем час. И так со временем она начала ходить. Все благодаря служению. Сейчас Нина борется с меланомой. Наблюдается у онколога и радуется каждому прожитому дню. Разделяет ли дочь скрынниковых убеждения родителей? Олеся стала свидетелем Иеговы в 1994 году. Позже вышла замуж за прекрасного человека из числа наших братьев по вере. Когда мы переехали в Орел, чтобы ухаживать за родителями жены, Олеся со своей семьей тоже переехала с нами. Четверо из пяти ее детей родились уже в Орле. Мы помогаем растить наших пятерых внуков. Моя Нина – преданный друг. Для меня очень важна ее поддержка. Она хорошо знает на собственном опыте, что Бог Иегова заботливый и любящий небесный Отец. Как большая семья отнеслась к уголовному делу Сергея? Когда все это началось, мы уже были готовы. Благодаря заботе Иеговы и любящих старейшин мы не были застегнуты врасплох. Вся семья быстро перестроилась и начала приспосабливаться к новым обстоятельствам. Никто не впадает в крайности. Правда, порой в глубине души чувствуешь себя словно прокаженным. Нельзя ни с тем говорить по телефону из-за возможной прослушки. Нельзя пойти в гости из-за возможной слежки. Даже показаться где-то рядом с братьями нельзя. Сфотографируют вместе, потом у них будут проблемы. Живем будто на диком западе. Все мы настроены с радостью встретить то, что допустит Иегова. Если он допустит, что меня посадят, значит это его воля и новое назначение для меня. В колониях сидят миллионы людей, не слышавших Слова Божье. Как говорил Иисус Христос, нивы побелели и готовы к жатве. Я готов ко всему и верю, что мой любимый Бог Иегова меня не оставит. Каждый день он наполняет мое сердце миром и радостью. И так будет всегда. Нас с вами безусловно радует, дорогие друзья, что Сергея суд оставил на свободе. Его не засудили на три года тюрьмы, как требовал прокурор. Однако он будет оштрафован на 350 тысяч рублей. Будет ли это решение обжаловаться в апелляционном суде, пока неизвестно. Мы можем наблюдать за ходом событий в России дальше и узнать, как закончится этот процесс. Докажут ли святели Иеговы пытки в Сургуте и многие-многие другие процессы, которые сейчас происходят в России, мы также наблюдаем на нашем канале. Если это видео было информативным и полезным, поставьте обязательно под ним пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok